На первый взгляд трудно угадать в этом бесконечно мягком и обаятельном человеке наследника великих военачальников с железной самодисциплиной и непреклонной болей. Но узнав побольше о князе Теньшеве, понимаешь, что его жизненный подвиг невозможен без этих исключительных качеств, унаследованных им от предков. И даже более того, путь, совершаемый Эдхамом Рахимовичем, не только достоин, но и мог быть предметом гордости его знатных пращуров. Я с детства уже, мне бабушка, дедушка и старшая тетушка рассказывали разные мусульманские истории, но я думал, что это сказки. Потом, когда уже мы с Сергеем Ефимовичем Маловым стали читать старые тексты, в частности, «Ксасль, Анбия, Раб Гузи», это история пророков Раб Гузи, оказывается, все оттуда мне мои бабушка и дедушка рассказывали еще с толкованиями. Так что я был, мне уже это было пройдено, это восстанавливание. И так все старые книги, Ахнатья, Сави, Сулейман, Бакаргани, поэты Суфии, мне были по дому знакомы хорошо. Так что здесь мне было действительно легко учиться. Мне дали возможность совершить путешествие вокруг Пакламакана. Такие они были образованные, змеи, образованные люди. Уже такой образованности тюрки не знали даже во время Турецкой империи. Они не были так образованы, как в деревне уйгуры. Но не мусульмане, они были буддистами. Эдхам Рахимович Тенишев, ученый с мировым именем, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, действительный член Российской Академии Естественных Наук, действительный член Академии Информации, действительный член Турецкой Академии Тюрк-дель-Куруму, член-корреспондент Финно-Угорского общества Хельсинки, член главной редакции Атласа Европы, член редакционного совета президентской энциклопедии, почетный член Академии Наук Башкортостана. Он удостоен орденов Турции, Леокат, и Киргизии, Данакюр. И можно будет писать исторические грамматики всех современных языков и иметь портрет нашего протюрка и протюрчанки. Это одна из самых чудесных наук. Покойный Андрей Николаевич Конуров говорил, «Лучше науки, чем тюркологи, я не знаю». Продолжение следует...